ну вот как раз успели сделать отгородку в новой клетке и пошел опороз 5 рыжиков уже у нас родилось ждем еще надеюсь все в папу пошли в дюрках чисто мама так 50 на 50 один все-таки в маму гречок а все остальные папы я еще вся такая сонная самое страшное после опороса это приходить по самого лица это приходить утром если не следил за поросятами смотреть как они потому что пока они маленькие самое опасное время для них ну я приходила сегодня в три часа ночи вот пришла еще темно достаточно вроде как все хорошо свинка лежит даже лишний раз не хочу возле нее стоять поросят а пока все ну первую ночь еще как ни странно она больше лежит после родов после пороса уставшая она не такая активная меньше ходит постоянно лежит ну и поросята еще такие посмотрим что будет дальше девяти штучкам уже отщикнула клычки и проколола кмп четыре еще никак не могу поймать она кидается ужасно этих я умудрилась выдернуть получается из клетки пока они там ходили ближе сюда к двери по порядку одного уже чуть не придавила во время зашла естественно работница занимается своими делами там плюс еще немножко там мужчина помогает работник заделывает клетки где-то там ремонтирует где-то еще что-то видно немножко пошумел и она легла чуть неправильно и как раз придавила голову и переднюю часть поросенку получается я смотрю он под ней лежит я быстрее забежала дернула его оттуда и он такой но уже все глаза закрыты язык высунут как обычно когда придавливают поросят я его достала давай быстрее вот там потерла подняла смотрю он пытается дышать видно на его ну из-за того что долго он там ну может не долго полежал и я его достала с клетки минут пять наверное он полностью отошел уже бегает все нормально его тоже проколола и хоть сегодня первые сутки но мне как-то так немножко удобнее во-первых клыки все равно надо пораньше убрать и плюс заодно проколю железо хотя бы витамин кстати у меня нету надо ждать ветврача пока приедет но он приедет на днях будет кастрировать старших поросят заодно и этих проколю вот а когда они уже подрастают там по четверо-пять раз пять суток там ну уже их не так легко споймать и они начинают визжать сразу же и она кидается ну если это дикая ну злая свинья свиноматка она какая-то очень злая последнее время ну и до пороса вот на последний день когда уже собиралась пороситься была очень злющая невозможно было и отогнать надо было у нее сделать отгородку это она там на всех кидалась и наверное нас было четверо чтобы сделать ей отгородку пришлось там двум ну одному мужчине зажимать ее в углу на пол клетки получается поставили щиты такие чтобы она не могла ну не помешала сварщику который варил вот такие дела поэтому разные свиноматки бывают и редко редко но метко бывают очень злые ну как бы они все понятно защищают это нормально но допустим сейчас скоро еще будет проситься дюрок и она прошлый вопрос была спокойная даже при ней в акцине ну как прокалывала поросят в клетке да она там пыталась что-то меня типа выгнать но не кусала ничего а эти даже зайти невозможно нормально да почистить можешь зайти с лопатой а так и что-то сделать если поросенок вдруг пискнет сразу же она в атаку кидается крикуши маленький кто плакал крикуши невозможно их выгнать лишь бы пожрать чем то что нельзя есть кто спрашивал про то чем мы кормим свиней вот отходы вот комбикорм окситоцин в помощь побегу колоть укол вот если бы я не занималась свиньями кому бы я еще столько уколов наколола может это моя не реализовавшаяся какая-то мечта может я хотела быть медсестрой или врачом и колоть всем уколы а тут раздолье вчера окситоцин свиноматки колола сегодня бегу нужно и то и уколоть еще раз но я ее побаиваюсь лишний раз беспокоить а вот часть дюрок начала рожать про которую я говорила одного родила поэтому смело можно колоть окситоцин чтобы ей немножко помочь всем советую чтобы у кого свиноматки был окситоцин или рутацин первый пошел дурок рожает уколола уже и кольчик вы же двоюродные двоюродные брат с сестрой или сестра брат с братом может что они поделили что они поделили что они поделили и здесь есть купей там дюрки пьют а ты сейчас все профукаешь и не кто не уступит главное решила помочь прошло уже много времени после первого поросенка перчаток у меня к сожалению таких мало ну вот одной перчаткой удалось двоих достать думаю ладно и сразу последний день вышел думаю сделаю перерыв там еще одна перчатка есть если сама дальше не сможет рожать буду как-то стараться помочь но достаточно крупные такие поросяты ну не сильно но особенно вот этот первый которого она не могла родить и такого цвета необычного темного ну как бюрок но такой шоколадный больше ну вот и целый день она родила второго сама и 8 штук достала я рука болит ужасно как всегда окситоцин колола сейчас можно будет в 8 часов вечера повторить еще раз некоторые пьют некоторые там вот спят я тут наползалась уже невозможно достать тяжело очень вот сейчас родила одного первого родила и сейчас одного родила не знаю есть либо нету там еще кого-то но я пойду схожу домой отдохну минут 15 надеюсь за 15 минут тут ничего критичного не случится приду обратно да и перчаток надо взять уже вон целую кучу выбросила пусть пока пьют утро следующего дня точнее с первого с первой части уже поза следующего дня вроде все хорошо поросят поросенка придавила только того которого пока я корову доила отходила дюрок завалилась на него вот а так все хорошо остальные остальных достала послед пару штук у нее у самой сошли пыталась положить ей таблетку специальную пенющуюся такую но она у нее тоже вышла обратно получается сегодня попробую еще раз положить наверное нужно будет и антибиотик проколоть сейчас буду разговаривать с врачом пока иду открывать курочек ну вот такое получилось видео такие опоросы прощаемся с деревянным полом у свиней вот что от него осталось пока хряк стоит с кабанчиком тут тут тоже будем разбирать но пока перегнали так как та клеточка калитку нужно повесить свинюши для девчонки здесь а здесь уже вот такая яма наверное полметровая вниз вычерпанные грязи которая была под досками гнилых досок и всего остального поэтому конечно с деревянным полом постепенно будем прощаться в этих клетках еще деревянный пол в пяти пока останется вон тут дырочки позаделывали чтобы поросились красавчики эти которые такие пепельного чуть-чуть цвета они такие красивые а эти две клетки уже полностью разберем потому что здесь уже нечего ремонтировать ну вот и третий опороз завершающий тут собор со мной гуляет передает вам привет просит чтобы вы поставили лайк подписались на мой канал кто не подписан всем пока всего доброго до новых встреч пока